Здорово, пацаны! Поздравляю всех с Днём Защиты Детей! И в честь этого праздника я приехал на дачу, хорошенько потрудился, бахчу засеял дынями и арбузами. Так как тут морозы были, я уже один раз сажал, но тут, походу, морозами всё попобило, и поэтому пришлось заново всё сажать, как-то так. Ну, а сейчас я решил пожарить шашлыка. Оператор, вон там, покажите, там шашлык уже почти готов. Шашлык из индейки. Я нынче на диете, ем только индейку. Ну и хочу, короче, это дело взбрызнуть. Буду пить Energy Black Wolf Drink Apple Kiwi. Зелёненькая. Это не синька, это зелёнка. Итак, братья, поздравляю всех с Днём Защиты Детей! Блин, вкусная, зараза, штука. Ну, шашлык, это шашлык. А ещё у нас до кучи есть сосиски филейные. Папа, может! Наверное, детские какие-то. Бренд номер один в России. Что-то с трудом не верится. Тут какой-то петух нарисован. Опасная штука. Из харчей тут помидоры, огурцы, перцы, сыры, яйца варёные, лаваши. Типа того. А ещё у меня есть одна фича, которую я хочу сейчас продегустировать. Фича, значит, такая. Не смог удержаться, потому что таких лейсов я никогда не видел. Какая-то новинка, супердикая новинка. Из натурального нарезанного картофеля. Типа того, блядь. Отборный картофель используется для приготовления лейс. Короче, утка по-пекински. Вот такая тема. И гуакамоле по-мексикански. Какая-то дичь, короче, непонятная. Вот не знаю, с чего начать. Написано, лето вокруг света. Тут указаны жиры всякие. Тут из чего сделаны, непонятно. Если кто знает, что такое гуакамоле по-мексикански, можете написать мне в комментариях. Лично я не знаю. Хотя, как бы увлекался мексиканской культурой, но первый раз такое слышал. Ну, утка по-пекински, я представляю, что это такое. Я видел, как её готовят, но я никогда не думал, что есть ещё и чипсы со вкусом утки по-пекински. Ну, вот с неё и начнём, наверное. Кстати, ценовая категория больше 100 рублей. Ну, там утка по-пекински пошла. Уточка пошла. Муравьи, паблы. Пахнет дымом, но явно не уткой. Вкус довольно-таки обыденный. Ничего такого крутого я не наблюдаю. Короче, не, ну сладковатый такой вкус и имеется, конечно. Ну, я предсказал, что это тут лето вокруг света. Оператор, попробуйте утку по-пекински. Может быть, гуакамоле по-мексикански будет круче. Тут пирамиды нарисованы какие-то. И мне кажется, что вот это вот зелёное, это какой-то васаби. Хотя васаби-то ж японская тема. Пахнет интересно. Кто там упал где? Так. Гуакамоле. Блин, я думал, хотя бы острая будет. Ни хрена. Я люблю такое острые чипсы. Ну, гуакамоле получше, чем утка по-пекински будет. Да, однозначно. Но, я могу сказать, они этих денег не стоят, которые я за них отдал. Лучше бы я обычный лейс бы взял бы с луком и сметаной или что-нибудь такое там, с сыром и с солью. Чиптау. 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 Нам запить. Оператор, не желаете зелёнки? Ха-ха-ха-ха. Зелёночка. Класс. Сейчас энергией взбодрюсь. Буду ножики метать. Ну вот, шашлычок-то наш готов уже. Это вам не гуакамоле по-мексикански. Это индейка по-русски. Потом, может, ещё... О, покажите, у меня тут раскладушечка есть. Я тут на ней валяюсь раз от разу. Опа. Опа, кусманчики, гляньте, какие аппетитные. Блин, вот забыл, короче, и кетчуп забыл. И майонез забыл. Так. Надо оторвать лаваша. Надо оторвать лаваша. Так, берём вилочку. Двумя прям сразу шурую. Ну-ка. Баш на баш, даёшь лаваш. М-м-м. Космотич-то какая. Слышь, пацаны, всем срочно на дачу жарить шашлыки. О, перчик. Класс. Да. Уж. В маринаде использовал майонез, горчицу, паприку, лимонный сок. Ну, естественно, соль и перец. Ничего такого. Всё чисто по классике. Там многие замачивают на каких-то кефирах, киви и прочих в бельберде. Чушь собачья. Я хотел бы лавукс добавить, но это всё-таки птица, поэтому не стал добавлять. Лимонный сок прокопил. Да, кстати. Тут приняли решение снять продолжение франшизы разрешения на нож. Третью часть. Она будет называться возвращение перевозчика. Вот, кстати, завтра пойдём заводить наш горбатый запорожец. В этой части будет масса всяких погонь на квадроциклах за горбатым запорожецем. Со стрельбой и улюлюканьем. Ну, естественно, всё это будет сопровождаться музыкой группы Адовый мужик. Как-то так. Да, скоро у нас выходит новый сингл. Называется «Прощай, мать моя родина», «Прощай, отец мой Кронштадт». Как только он выйдет на цифровых площадках, сразу же все могут его прослушать. Ну, и возможно, так же будет снят на него клип. Типа того. Как-то так. В каждом из нас до поры до времени всегда сидит маленький ребёнок. Вот мой маленький ребёнок хочет сейчас покидать ножи, топоры и серпы в дерево. Вот в то. И вообще в наше нелёгкое время каждый ребёнок должен уметь метать ножи, топоры и серпы ну и прочую всякую штуку. Снимать буду с двух камер, чтобы не было базара. Короче, приступаем. Вещь! Всем учиться кидать топоры, серпы и ножи. И тогда вы ощутите себя настоящим мужчиной. Вот так-то. Парни, на одной из заброшенных дач нашёл вот такую штуку. Вообще, не могу понять, что это такое. Что это за томогалка такой. Но сразу видно очень старинный. Что это такое, непонятно. Если кто-то что-то знает про эту штуковину, напишите, что это такое. Но очень интересно. Воткнуть её, конечно, можно, а так непонятное назначение. для неё. Сейчас попробую в дерево её тоже воткнуть. Ну-ка, пойдёмте. Сейчас буду играть в Чингач Гука большого змея. Буду кидать томогавки. Класс, да? Втыкается вообще на ура. Сила, бодрость, красота, плюс хорошее настроение. Томогавок что надо. хорошее настроение. Хорошее настроение. Ладно, пацаны, всех ещё раз с днём защиты детей. Защищать детей надо томогавками. Ну и детей, соответственно, надо научить пользоваться этими штуками, дабы они смогли постоять за себя. Всё, всем пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok